Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцевой я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В Рио губернатор Вячеслав Федорищев во время первого прямого эфира с жителями отметил основные проблемы Самарской области и предложил решение проблем. Как самарцы оценивают инициативы главы региона? Обсудили вопросы обновления дороги и устройства освещения. Глава Самары Елена Лапушкина посетила поселок Песчаная Глинка в Куйбышевском районе. В России со следующего года появится туристический налог. Его могут установить не только курортные регионы, но и все остальные. Самара манит аномально. Команда проекта провела творческий вечер и показала самарскому зрителю свои фильмы. Йога, зумба, растяжки и интервал. В Самаре проходят бесплатные тренировки в парках и на набережной. Глава региона Вячеслав Федорищев во время первого прямого эфира с жителями обозначил основные проблемы Самарской области и наметил пути их решения. В Рио губернатор заявил, что в Самаре отремонтируют 69 километров дорог. Начнут обновлять по 30-50 трамваев в год. Появится 152 новых автобуса. Коснулся тема здравоохранения, благоустройства. Как к грядущим переменам относятся жители областной столицы, узнала Елизавета Прокопенкова. Одной из главных сфер, где нужно срочно решать накопившиеся вопросы, в Рио губернатора назвал ЖКХ. Он рассказал, что в области создадут рабочую группу, которая будет взаимодействовать с недобросовестными управляющими компаниями. И жители Самарской области, и общественность, та, которая, по крайней мере, занимается вопросами ЖКХ, готовы к работе в новых условиях и с теми предложениями, которые были высказаны. Поэтому мы готовы оказать всяческую помощь исполняющему обязанности губернатора в решении проблем жилищно-коммунального хозяйства. Множество обращений жителей во время прямой линии касались состояния автомобильных дорог и транспорта. Начиная со следующего года в Самаре будут обновлять по 30-50 трамваев в год. Появится 152 новых автобуса. Также Вячеслав Федорищев заявил, что в городе отремонтируют около 69 километров дорожного полотна. Да, это тоже проблема. Мы о ней все знаем, видим, что есть дороги, которые приводятся в порядок, более-менее они в хорошем состоянии, но очень в плохом состоянии. Внутрикварталка есть дороги под высокой нагрузкой, как Московское шоссе, где и колеи, и все. И, конечно, это одна из таких проблем, которые требуют уже совершенно иных, видимо, размеров финансирования и нового подхода к ремонту. ЖКХ, конечно, и дороги – это наше все, наша больная тема. Мы очень надеемся, я говорю от лица нашего дома, что все вопросы, которые есть, они в ближайшем будущем, конечно, разрешатся. А мы, как жители, будем, конечно же, поддерживать, помогать и участвовать во всем, где нужно это. Активисты отмечают готовность главы региона подробно вникать в каждый вопрос и находить пути его решения. Это желание и возможность проникнуть вглубь любой проблемы, разобрать ее по деталькам, как конструктор, да, и создать из этих же деталей совершенно другую конфигурацию, которая позволяет действительно получать качественно новые преобразования. На прямой линии обсуждались и вопросы благоустройства. Вячеслав Федорищев рассказал, что в области будут появляться по пять новых фонтанов в год. Что касается здравоохранения, то квот на прохождение бесплатного МРТ станет на 12,5 тысяч больше. А число аппаратов для обследования увеличится до 20. Жители города оценили перспективы развития Самарской области. Мы знаем, что исследовательская часть, она важна для общего постановки диагноза, так сказать, поэтому эта аппаратура, конечно, очень нужна и важна. И очень много врачей в Самаре, очень много хороших, замечательных врачей. Им в этом нужно помогать. Транспортные изменения однозначно положительно повлияют на город и жителям станет легче добираться до нужных мест. Положительно, вот как отсюда на автобус. Хочется что-то новое, чтобы ездилось приятно в любом случае. Нам очень нравится, что выбрал он направление благоустройства, дорогостроения, озеленения, формирования комфортной среды, доступной среды. И чтобы обновлялось что-то, всегда положительно относимся, да, а к дорогам тем более. В ходе прямой линии в Рио губернатора затронул и тему туризма. Он подчеркнул, что это предмет большой работы, которая приведет к росту экономики. Здесь необходимо создать возможности для предпринимателей реализовывать большие масштабные проекты. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков, События. Глава Самары Елена Лапушкина провела выездное совещание в поселке Песчаная Глинка Куйбышевского района. И встретилась с инициативной группой жителей. В ходе осмотра территории обсудили наиболее важные вопросы и пути решения. Говорили о ремонте главного въезда в поселок, устройстве освещения, установке новой контейнерной площадки. Подробности расскажем далее. Садовое товарищество Песчаная Глинка, что в Куйбышевском районе Самары, постепенно разрастается. Здесь уже постоянно проживают почти 300 человек. Продолжают возводить и новые дома. В СНТ есть главная дорога, которая соединяет дома с Южным шоссе. Но ей пользуются не только жители. Через нее же заезжает разная крупногабаритная и строительная техника. Жители соседних поселков объезжают пробки. Поэтому полотно находится в ненадлежащем состоянии. Местные горожане обратились к главе Самары, чтобы восстановить и сохранить дорогу, а также частично ограничить передвижение по ней большегрузов. У них есть выходы на автотрассы, на наши. И у нас есть выходы. И я понимаю, им удобно где-то бывает. Но тем не менее мы эту дорогу постоянно делаем за свой счет. И нам неудобно. Мы не хотим полностью прерывать там эту дорогу. Мы обеспечим проход людей, проезд велосипедистов. Пусть назад поставят шлагбам, чтобы ограничить количество грузовых машин, которые дорогу разбивают. Мы не против ее как таковое. Мы просто просим ограничить количество машин. Глава Самары Лена Лапушкина приехала посмотреть, как обстоят дела в поселке и обсудила с жителями проблемные вопросы. Главный въезд к песчаной глинке засыпет асфальтным гранулятом и выровняет уже в ближайшее время. В качестве поддерживающей меры. А вот организацию дорожного движения между СНТ и другими поселками дополнительно обсудят на совещании под руководством главы города с участием инициативных жителей и представителей профильных служб. На нем же обсудят и проект освещения въезда в поселок. По освещению процесс точно не завтрашнего дня. Потому что нам необходимо сначала спроектировать и понять точку подключения. После проекта мы уже сможем сказать, сколько это стоит и в какой план мы включим. Вместе с инициативной группой Завидова и с вами встречаемся у меня, садимся, по карте разговариваем, как нам мирно разойтись по поводу дороги из рубежки. Надо с вами сесть и правильно подумать, как ее заложить в генкласс, чтобы было удобно и вам, и жителям рубежки. Чтобы устраивались все стороны. Также жители обратились с просьбой посодействовать в общении с регоператором по вывозу мусора. Самарцы, постоянно проживающие в поселке, исправно платили и пользовались удобной контейнерной площадкой на выезде. Но в конце зимы ее убрали, объяснив тем, что у жителей скопилась задолженность из-за перерасчета вывезенных отходов. Глава города ответила, что свяжутся с регоператором по этому вопросу, затем вместе с жителями выберут удобное расположение для новой площадки. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Готовься они летом. В столице региона полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. Подрядные организации ведут ремонт и модернизацию теплотрасс. Эти и другие работы на объектах коммунальной инфраструктуры находятся на непрерывном контроле. Их обсудили на заседании профильного штаба. Насколько город готов к зиме уже сейчас и какие территории охватят работами в ближайшее время, узнала Полина Челюкова. В Самаре продолжается обновление теплотрасс. Ход работ обсудили на еженедельном заседании штаба по подготовке к отопительному сезону. Оно прошло под председательством заместителя главы городского округа Самара, руководителя департамента городского хозяйства и экологии Александра Андреянова. В этом году отремонтируют и модернизируют 24 объекта. Сейчас работы ведутся на 19. Еще на двух объектах ведутся подготовительные работы. В ближайшие дни приступят и к трем оставшимся участкам. Горожане с нестерпением ждут обновления теплотрасс. Капитальный ремонт надо делать. Естественно, всего. Оборудование изношенное. Понятно, что это надо. Я думаю, что они изнашиваются, поэтому требуется замена, конечно, обязательно. На ряде участков готовность составляет уже более 50%. На остальных задачами справились на 20-40%. Так, на теплосети, пролегающей в районе перекрестка улиц Гагарина и Мягик, где потребовалось введение временного ограничения движения транспорта, работы проводятся в плановом режиме. Скоро они должны завершиться. При этом не менее важно восстановить благоустройство после вскрытия. Этот вопрос на особом контроле на теплосетевых объектах по всему городу. Случалось, что через несколько месяцев появлялись просадки и провалы. Для того, чтобы сейчас это не происходило, особенно на таких важных магистралях, как Гагарина, скорее всего, мы сейчас чуть-чуть удлиним срок, буквально на сутки максимум на двое заделки этого вскрытия. Прежде всего, проливки песка, потому что если пойти в ускоренном режиме, то так или иначе, через полгода там пойдет просадка, и, соответственно, город получит опять дополнительные трудности. И это будет влиять на безопасность и пешеходов, и движение транспорта, в том числе и общественного. Адресно разбирались в нюансах ремонта теплотрасс по всему городу. В частности, в Самаре в конце июля-начале августа планируется перекрытие в районе улиц Ивана Булкина и Антонова-Овсеенко, а также Фадеева и Нововокзальной. Теплосети проходят по трамвайной линии, поэтому движение трамваев по этим участкам будет приостановлено из-за невозможности каких-либо иных технологических решений. Чтобы минимизировать неудобства жителям, планируют запустить дополнительные автобусы. В Рио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что во время подготовки к отопительному сезону особое внимание необходимо уделять готовности социальных объектов и в первую очередь здравоохранения и образования. Профильный городской департамент в постоянном режиме следит за ситуацией. На прошлом штабе у нас были опасения, по крайней мере были претензии к сфере образования, они опаздывали. Сейчас вот за неделю нагнали, находятся сейчас в графике. Касаемо крупных больниц, департаментам было озвучено предложение о том, чтобы в приемке тепловых пунктов таких объектов участвовали и специалисты Ростехнадзора. Совместные выходы уже намечены на начало августа. Порядка тысячи приборов учета тепловой энергии нуждается в замене. Не менее важна и своевременность поверки. Ход исполнения этой задачи остается на постоянном контроле в каждом внутригородском районе. Полина Чулякова, Николай Сидоров. События. По инициативе в Рио губернатора Вячеслава Федорещева из областного бюджета на развитие системы здравоохранения дополнительно направят более 4,5 миллиардов рублей. В том числе на зарплаты медработников и капитальный ремонт больниц и поликлиник. Каких перемен ждут самарцы. Увеличить зарплаты всем сотрудникам здравоохранения. Сделать работу более престижной. Создать больше больниц в местах, где они нужны. Ну, каких-то более отдаленных и так далее. Ну, зарплата это однозначно. Это, во-первых, никто не идет работать за такие деньги. Это, во-первых. Во-вторых, чтобы больше времени пациенту уделялось. Не бумажной волоките, а пациентам. Если сейчас в поликлинике дали 7-10 минут на осмотр пациента, что может доктор за это время. Ему нужно осмотреть, вбить, вот это все. Это же тоже на качество обслуживания влияет. Порядок навести. Сначала надо, чтобы кавалитикация была у врачей, чтобы не по телефону они лечили нас. И чтобы по времени принимали. А то бардак. Приходишь, ждешь и ждешь. Мне кажется, не хватает нам сотрудников первой звене. Допустим, в поликлиниках очереди большие. Вот у меня мама тоже посещает, там постоянно стоит в очередях. Поэтому больше сотрудников хотелось бы видеть. Сквалифицированных сотрудников, которые относятся к профессии своей со всей серьезностью. И тогда будет у нас все хорошо. Выйти на уровень частных поликлиник. Применяется оборудование новое. Новые какие-то там разработки, которые применяют в частных клиниках. Вот и все. Врачей нужно учить лучше. Вот образование, которое получает сейчас студент, желает лучше. Я сама работаю в здравоохранении. И очень бы хотела, чтобы за ответственностью была зарплата. Будет зарплата и будут люди. Общественная палата Самарской области провела выездную проверку доступности избирательных участков для маломобильных граждан в Новокуйбышевске. В городе их 52. Все ли они соответствуют нормам и комфортно ли для избирателей, расскажем далее. Отсутствие порогов, наличие удобных пандусов и сурдоперевода. Общественники из аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области постоянно выезжают в муниципальные образования региона, чтобы осмотреть помещение для голосования и оценить, удобны ли они для маломобильных граждан. В Новокуйбышевске 52 избирательных участка. Они расположены в 33 зданиях, некоторые по 2-3 в одном месте. Избирательный участок номер 1917 находится в музыкальной школе имени Юрия Башмета. По мнению общественников, здесь созданы все условия для маломобильных граждан. Помещение очень комфортное для встречи избирателей, для работы нашей участковой избирательной комиссии. Хочется отметить, что здесь соблюдены все условия для маломобильных групп граждан. Нет ни порогов, отличный пандус. Здесь есть сурдоперевод. Администрацией Новокуйбышевска за последние 4 года была проделана огромная работа. Из 20 зданий, не оборудованных пандусами, сейчас осталось 4. Металлодетекторами оснащены все избирательные участки. В прошлом году администрация заменила 10 из них. Сейчас проверяют их работоспособность. Побывали общественники и в седьмой школе. Недавно учебное заведение отремонтировали. Оно также соответствует всем требованиям. Та школа, в которой мы сегодня оказались, она идеально подготовлена для того, чтобы принять целых 3 избирательных участка. Это очень хороший результат. Мы видим, что безбарьерная среда создана в этом образовательном учреждении. И поэтому для членов избирательных комиссий, для наблюдателей и, самое главное, для избирателей не будет препятствий для того, чтобы они отшли за свои права и обязанности. Помещение не просто готово, оно более чем готово для встречи всех избирателей, потому что здесь мы видим, что просторное помещение, хорошая цветовая гамма, хороший ремонт был здесь сделан, абсолютно установлен пандус. В Новокубышевске 79 тысяч избирателей. Впервые голосующих на этих выборах будет около 2 тысяч человек. Для каждого из них на избирательных участках созданы комфортные условия. Виктория Шарая, события. В России со следующего года появится туристический налог. Его могут установить не только курортные регионы, но и все остальные. Госдума приняла соответствующий законопроект в третьем окончательном чтении. Как будут уплачивать налог в казну туристы, какую ставку он предложили и куда потом пойдут собранные деньги, расскажем в сюжете. Туристический налог вместо курортного сбора. Со следующего года все регионы смогут взимать дополнительную фиксированную плату с туристов. Ставку будут определять сами муниципалитеты. Такой закон в рамках реформирования системы налогообложения приняла в окончательном чтении Госдума. Любой муниципалитет сможет принять решение о введении, либо не введении у себя так называемого туристического налога. Этот туристический налог планируется с максимальной ставкой в размере 5%. И определяться, взиматься он будет от стоимости, ну скажем так, ночевки или там койко-места в том или ином гостиничном комплексе, гостинице и так далее. Пока не очень понятны, скажем, черты итогового законопроекта. Сразу возник вопрос, а будут ли взиматься с детей там или не будут. Ставка, которая принимается в размере 5%, это максимальная ставка. До нее налог дорастет к 2029 году. До этого, с 2025 постепенно налог будет повышаться с размера 1%, вот как раз в 2025 1%, в 2026 2% и так далее. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения отелей, и взимать его будут с отеля за каждый занятый номер, а не с человека, как это было в курортном сборе, который действовал ранее в ряде субъектов в Краснодарском крае, на Ставрополье, на Алтае, а с этого года и в Петербурге. Получается, если семья сняла гостиничный номер за 5000 рублей в сутки, то дополнительно придется заплатить 50 рублей налога в день. Это со следующего года. В 2029 году ставка налога увеличится пятикратно, а значит, в дополнение к оплате номера 5000 в сутки добавится в день 250 рублей налога. От налогов освободят участников СВО и другие льготные категории граждан. Собранные таким образом средства должны быть направлены исключительно на строительство, реконструкцию и содержание туристической инфраструктуры. По сути, мы получаем такой первый налог в нашей отрасли, который, я выражусь такими словами, окрашен. Мы понимаем, что он собран с туризма и он может быть направлен на туризм, потому что до этого мы понимали, что отрасль туризма аккумулировала большой объем различных налогов, но они направлялись в развитие многих других отраслей. А сегодня мы получим такой персонифицированный налог, который муниципалитеты будут использовать по прямому назначению. Мало того, они будут иметь право использовать только по этому назначению, именно для развития и благоустройства туристических локаций. А сегодня нами производится предварительная оценка, каков объем может быть получен в ходе внедрения туристического налога, который, соответственно, будет действовать с 1 января 2025 года. И, безусловно, для муниципалитетов это будет большим подспорьем. По словам главы регионального Минтуризма Артура Абдрашитова, Самарскую область в прошлом году посетили более 3 миллионов 100 тысяч туристов. За первые пять месяцев этого года отдыхающих уже на 20% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в регионе увеличивается номерной фонд. У многих объектов размещения появляются новые пляжи, рекреционные зоны с бассейнами, прокат оборудования, внедряются новые цифровые сервисы, развивается сеть туристко-информационных центров. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. «Самара манит аномально». Команда проекта под таким названием показала самарскому зрителю свои фильмы. Чем вдохновлялись авторы кино и какой посыл несли окружающим, выяснила Полина Челякова. Волга, Жигулевские горы и, конечно, самые красивые девушки. Участники команды медиапроекта «Самара манит аномально» провели творческий вечер, на котором представили зрителям два фильма. Она манит аномально и необычно. Первый – это трейлер к путешествию по Самарской области. Режиссер Андрей Петряков рассказывает, герои находятся в городе с определенной целью. Пенсионеры ищут капсулу времени, блогеры – красивый контент, семья – покой, а предприниматель – красивую девушку. Герои разных возрастов и целевых аудиторий приезжают в Самару в разных поисках. У каждого свой поиск. И вот здесь, в Самаре, они находят ответы. Второй фильм – «Необычная». Вышел год назад, получил множество положительных отзывов и перевернул взгляд на город многих людей, которые не знали, что Самара может быть такой привлекательной. «Необычная» – фильм-экскурсия. Это стык жанров роуд-муви и сторителлинга, где авторы открываются зрителю и рассказывают, за что они любят город на Волге. Авторы признаются – изучали каждый дворик в городе, чтобы показать свои любимые локации. Этот проект можно назвать спокойно народным творчеством, потому что в создании этого фильма принимало участие, наверное, около сотни людей. Ну, помимо команды креативной, почти все в кадре. Все, что вы видите – это наши друзья, знакомые, близкие. Это оцифровка нашего города и креативно переработанная нами и показанная услуги страны. Зрители фильмы оценили. Я очень люблю наш город, мой город, и я с удовольствием решил остаться здесь, чтобы посмотреть эти фильмы. Создатели фильмов «Аноманита, аномальная» и «Необычная» поделились со зрителями секретами съемок и планами на будущее. Полина Чулякова, Григорий Плешаков. События. В городе на Волге продолжается спортивный марафон «Самара в движении» – одна из четырех площадок для занятий парка имени 50-летия октября. Тренировки здесь посещают как взрослые, так и дети. Наша съемочная группа тоже получила заряд бодрости. Йога, зумба, растяжка и силовые тренировки. Житель Самары Татьяна Лобанова увидела афишу с информацией о том, какие занятия проходят в парках города. И теперь каждый день их посещает. Рассказывает, зумба ей оказалась не по пути, а вот стретчинг и интервал подошли. Мне очень нравится занятие спортом. Меня это поддерживает форму, вообще дает прекрасное настроение. Занятие физкультурой и спортом омолаживает организм, оздоровляет его на свежем воздухе тем более. Занятия «Самара в движении» проходят в парках 50-летия октября и Гагарина, на площади Куйбышева и на набережной в районе Первомайского спуска. Ведут тренировки профессионалы из фитнес-клубов, спортивных федераций и танцевальных студий. «Еще немножко. Плывем. Наделываем. Четыре. Три. Два. Окей. Поворот. На спину. Снимаем. Итак, это пилотик. Руками тянемся вперед, шея старается длинной». Тренировки нужны для здоровья, чтобы чувствовать себя хорошо. Польза в том, что здесь каждый может попробовать бесплатно, определиться для себя, интересно это ему или нет. Тренировки мы адаптируем для всех людей, то есть под любой уровень. И не нужно быть суперспортсменом, чтобы присутствовать на наших занятиях. Акция «Самара в движении» продлится до 31 августа. Занятия проходят в 17 до 21 часа. Организатор – городской департамент физкультуры и спорта. Августина Охременко, Валерий Майоров. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информплощадках. Руководитель управления информацией и аналитики администрации Самары Елена Рыжкова в своем телеграм-канале сообщает, что по фактам, изложенным в сообщении Департаментом культуры и молодежной политики, городская администрация проведет служебную проверку, по результатам которой будут приняты соответствующие меры. Речь идет о нападении директора ДК «Заря» на организатора бала для инвалидов. Администрация Кировского района напоминает, в Самаре стартовал конкурс на премию главы городского округа «Мир равных возможностей». К участию приглашают лица с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 18-летнего возраста, проживающие в Самаре. Премии вручают в шести номинациях. Также в торжественной обстановке победители получают диплом. Заявки принимают до 20 сентября по адресу город Самара, улица Некрасовская, дом 63, 3-й этаж, кабинет 19. Телефон для справок указан на экране. До 15 октября в Самарской области действует особый противопожарный режим, сообщает администрация Красноглинского района. О правилах пожарной безопасности в лесу, а также об ответственности за их нарушения в условиях особого режима, можно прочитать в карточках. Нельзя разводить костры в лесу, бросать горящие спички, мусор и жечь сухую траву. За нарушение предусмотрена уголовная ответственность. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках, в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok